Ливневая канализация, программа компенсации капитального ремонта, проведение мероприятий, посвященных дню освобождения города Симферополя, ремонт дорог столицы полуострова. И это только часть тем, которые сегодня обсудили в администрации города. Какие еще важные вопросы поднимали на оперативно-хозяйственном совещании, знают наши корреспонденты. Не откладывая дело на потом, городская администрация уже приступила к обсуждению глобальных вопросов осеннего периода. В частности, говорили о выплатах участникам Великой Отечественной войны. На финансирование ветеранских организаций в бюджете республики выделено более 3 миллионов рублей, а также предусмотрена ежегодная разовая выплата в размере 3 тысяч рублей освободителям города Симферополя и несовершеннолетним узникам концлагерей, которые проживают на территории города. Также реализуется программа компенсации капитального ремонта жилья участникам боевых действий. Уже такую помощь получили 6 ветеранов. Что касается еще дополнительных выплат. 9 мая выплаты у нас размеры уже известны. Они остаются теми же в прежних размерах, которые они были на 21 февраля 2014 года. Федеральные выплаты выплачиваются только раз в 5 лет. Наши выплаты сохраняются республиканские, как были ежегодные, такими они и останутся. Ко всему прочему, на оперативно-хозяйственном совещании стало известно, что из-за выпадения осадков сверх нормы сеть ливневых канализаций города не справляется. Для устранения проблемы уже имеющиеся проекты будут отправлены на корректировку. Необходимо ее расширить для того, чтобы водосбор был более организованный, особенно на тех территориях, где ливневой канализации, в том прямом понимании даже открытых лотков не существует. И, пожалуй, еще одна немаловажная проблема города – дороги. Полным ходом идет подготовка необходимых документов на разрешение ремонта дорог столицы полуострова. Как только придут деньги, будет заключен договор и подрядчики приступят к работе. На сегодняшний день приступили, я смотрю, на улицу Русская, улицу Данилова. У нас есть переходящие договора 2015 года, то есть на этот год. Плюс у нас еще предусмотрены в этом году по соглашению с Министерством транспорта ремонт въездных магистралей. Это улица Севастопольская, это улица Ялтинская. Ну и, в принципе, сейчас наступают погодные условия, и мы приступаем уже в полном объеме к ремонту работы. К Международному дню освобождения узников и освобождения Симферополя запланировано ряд мероприятий. На улице Жигалина 17-8 апреля в 10 часов состоится молебен память о погибших в годы Великой Отечественной войны. А уже в 14.00 на месте массовых расстрелов граждан в районе мемориала, скорбящих на маршала Жукова, пройдет торжественная закладка камня на месте установки флэштока «Знамени Победы». В рамках этих мероприятий в эту субботу у нас назначены все крымские субботники, поэтому просьба всех принять участие в этом мероприятии. Те, кто принимает участие, я не знаю, спасибо большое. Те, кто редко принимает участие, хотелось бы, чтобы активизировались в этом вопросе. Сроки проведения намеченных работ пока неизвестны, но в скором времени они будут озвучены руководством города. Дарья Костенко, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ.